как технологический, так и бизнес, что, опять же, дает мне некую возможность рассказывать о блокчейне немножко с разных сторон, а не только с технологической. Опять же, что хочется заметить, да, в свое время блокчейн был весьма хайповым словом, и практически все организации, если не мира, то, во всяком случае, IT и финансов говорили о том, что давайте просто использовать блокчейн. У нас было множество разговоров на тему, что, ну, зачем вам блокчейн? Давайте просто его применим здесь, и наверняка он нам пригодится. У меня было множество разговоров с людьми, которые никогда не понимали, что такое блокчейн, но сейчас этого становится все меньше и меньше. Как я хотел обратить, в принципе, любая технология в моменты своего развития проходит через несколько этапов, да. Эти этапы отображены здесь на слайде. По-настоящему самый первый – это хайп. В свое время через него проходил блокчейн, проходит машин-леорнинг сейчас, и я уверен, в IT будет еще множество технологий, которые по-разному проходят. В мире блокчейна, например, NFT сейчас находится на этом уровне развития. Дальше обычно мы начинаем говорить про какие-то пилотные проекты, про early adoption, какие-то полностью production кейсы технологические. И все еще сейчас, когда я разговариваю с многими нашими клиентами, им кажется, что мы находимся где-то между PRC и early adoption платформ. Хотя, на мой взгляд, по-настоящему, мы уже находимся в состоянии близком, когда блокчейн становится просто технологией. хорошей, которую можно использовать в разные кейсы, я скажу об этом немножко позже, но все-таки просто технологией. Почему это так? Потому что, как я сказал, я участвовал в районе, наверное, 20 различных проектов, связанных с блокчейн за последние 5 лет. И я могу сказать, что как минимум 4 из них я знаю как полностью production кейсы, которые сейчас живут и работают где-то в мире. Хочется остановиться буквально на 30 секунд. Я не буду очень глубоко рассказывать, что такое блокчейн как технология. Просто, опять же, чтобы быть уверенными, мы все используем одинаковый набор терминов. Блокчейн по-настоящему весьма хорошо является самоописывающим словом. Это некий набор блоков, которые связаны между собой в транзакции. Опять же, современные блокчейны по-настоящему иногда не придерживаются даже этого определения. Но есть несколько важных свойств, которые делает блокчейн тем, что он есть. Первое и, наверное, важное свойство – это распределенность. То есть блокчейн – это полностью децентрализованная технология. И мы не можем говорить о каком-то центральном authority, который каким-либо образом контролирует все транзакции. Это позволяет ему добавлять в эти распределенные общества, комьюнити или среду то, что мы называем «трасс». То есть когда у нас много взаимодействующих сторон, у нас иногда отсутствует доверие между ними. И блокчейн как технология является тем, кто может это доверие добавить. Понятно, что первым примером здесь были – это криптовалюты, но по-настоящему вот как раз это добавление такого распределенного консенсуса – это одно из основополагающих свойств блокчейна. Второе – это до определенного уровня иммютабилити или неизменяемость. Я говорю до определенного уровня, потому что когда мы говорим почти про любую технологию, мы должны учитывать, что нет в мире ничего выбитого в камне. То есть даже неизменяемый блокчейн, если мы говорим о каком-то приватном сетапе его, является или предоставляет возможности для изменений. Но в принципе, опять же, одним из важных свойств является то, что записанное в блокчейн остается в нем навсегда. Например, хорошим примером использования этого свойства является то, как компания Люксганза использует блокчейн. В свое время они перенесли на блокчейн запись, реестр истории каких-то, скажем так, обслуживания или истории деталей с самолетом. До этого у них это все было на базе данных, но понятно, что теоретически данные, записанные даже в Append-Only базу данных, можно изменить. Вот они запустили POC, а потом перенесли реестр истории деталей и всяких изменений вокруг них на блокчейн. Ну и понятно, есть множество свойств блокчейна. Я думаю, что я не буду сильно на них останавливаться. Если вдруг в вопросах мы поймем, что захочется провести более глубокую технологическую сессию, а эта сессия скорее обзорная, мы можем организовать отдельный IT-talk и поговорить о блокчейне совершенно в, скажем так, технологическом разрезе, даже задеплоить пару смарт-контрактов онлайн и объяснить, как это все работает. Этот слайд, опять же, в очередной раз нам напоминает, что блокчейн хорошо использовать, когда он распределенный, и нет никакого смысла использовать его в строго не распределенных средах. Ну, я, наверное, опять же, не буду здесь останавливаться, потому что это не сильно глубоко. Что хочется рассказать чуть-чуть более подробно, опять же, на примере, как я обещал, четыре основных, наверное, стадии, которые проходят у нас не только блокчейн, но по-настоящему почти любые проекты. Первое – это нахождение бизнес-кейса. Второе – это создание какого-то брук-концепта. Третье – оно может быть совмещено с первым. Это какой-то ограниченный трайл, скажем так, когда мы пользуем эту систему либо для ограниченного числа пользователей, ограниченного числа транзакций или чего-то, и продакшен. Я попробую, с одной стороны, рассказывать на то, на что мы обращаем внимание на каждой из этих, скажем так, остановок, а с другой стороны, буду все-таки разбирать это немножко на более конкретном примере из жизни нашего заказчика. По-настоящему одно или самое первое или важное в блокчейне, да и в принципе в любом проекте, это найти правильный бизнес-кейс. Конечно, можно использовать блокчейн для многих разных вещей. Я встречал примеры, когда его используют в кейсах, которые, скажем так, не всегда полностью адекватно отвечают реальность. Как, например, с помощью MacBook можно делать селфи, но будете ли вы это делать, удобно ли это или еще что-то, не до конца понятно, скажем так. Собственно, когда мы смотрим на кейсы вокруг блокчейна, что мы должны проверить? Я уже называл это в свойствах, поэтому здесь я буду очень кратко, но из моего опыта первое, что я хочу сказать, нам нужно у себя в сознании отделить блокчейн от криптовалюты. Понятно, что криптовалюта, наверное, один из самых больших юзкейсов на блокчейне. Понятно, что многие используют блокчейн, потому что криптовалюты позволяют быстро собирать деньги или еще что-то. Но если мы говорим про блокчейн как технологию, я всячески призываю отделить криптовалюты от юзкейсов для блокчейна. И если мы говорим именно про юзкейсы для блокчейна, то тут хочется посмотреть, есть ли в вашем проекте несколько вещей. Первое, есть ли у вас некая среда, как я говорил, где отсутствие представителей. Есть ли у вас кто-то центральный регулятор этой среды или нет, и хотите ли вы уменьшить количество каких-то посредников в вашем проекте. Опять же, здесь можно использовать его как некую историческую криптографию, неизменяемый аудит в трейл, или можно использовать смарт-контракты для автоматизации процессов. Например, один из моих любимых по-настоящему случаев применения блокчейна в страховой индустрии, это когда смарт-контракты используются для автоматизации выплаты страховок по задержанным рейсам. Это в свое время был весьма популярный кейс, и две или три компании, как минимум, я знаю, их реализовывали. Идея простая, опять же, я по ней пройдусь для того, чтобы показать пример. по-настоящему, когда у нас задерживается самолет, мы в большинстве случаев не знаем, что делать. Имеем ли мы право на выплату, имеем ли мы возможность получить какие-то дополнительные вещи, это очень легко и хорошо записывается в алгоритм. Можно написать смарт-контракт, который будет, в принципе, брать информацию из интернета, задержался ли самолет, или еще что-то, и очень хорошо и легко реализовывается с точки зрения конечного пользователя. Можно писать смарт-контракт с помощью событий, заключить контракт через веб-сайт, который будет говорить, что да, мы с этой компанией оплачиваем страховку от невылета, и дальше полностью, в принципе, в реал-тайм-процессе, в зависимости от того, насколько вы технологичны или нет, наблюдать, как смарт-контракт отрабатывает различные случаи. Но по-настоящему кейс, который хочу я забрать здесь, он немножко из той же индустрии, простите, но немножко отлично. Один из наших клиентов это очень большая страховая компания. Она работает в Англии, но по-настоящему у нее офисы по всему миру, и как часть услуг, которые она предоставляет, это услуги перестрахования. Опять же, расскажу буквально в двух словах, что такое перестрахование, для того, чтобы было некое понимание терминологическое, о чем мы говорим. Когда компания заключает большой контракт по-настоящему на страхование, например, страхование ДТА, это многомиллионные выплаты в случае, если вдруг что-то произойдет с многими нашими сотрудниками. То есть, если вдруг, например, что-то начнет случаться, или пойдет какая-то эпидемия, для них это большой риск. Поэтому они часть этого риска переносят на самом деле на, скажем так, партнеров. И эти партнеры это как раз перестраховые компании. И по-настоящему почему это хороший кейс для блокчейна, это, во-первых, долгие отношения. То есть, всю эту информацию нужно сохранять. Эти контракты обычно это не год, не два, а 10, 15, 20, иногда 50 и 100 лет. Во-вторых, здесь очень много ручной работы. Все эти полиси изменяют состояние. Кто-то умирает, кто-то выходит на пенсию, если мы говорим про стенсионные страховки, еще что-то. И раньше эта информация обменивалась в Excel. То есть, почему это делалось? Потому что здесь много взаимодействующих сторон и нельзя сделать какое-то централизованное хранилище, было на предыдущих технологиях, потому что была возможность, ну, теоретически, тому, кто владеет этим хранилищем, подменить в них данные. И в будущем, если это будут какие-то диспуты или какие-то легал-кейсы, то активно, скажем так, использовать это хранилище для того, чтобы доказывать. Поэтому блокчейн здесь является прекрасным, скажем так, интермедиатой, которая может быть использована для того, чтобы контролировать все эти взаимоотношения всех этих сторон. И, собственно, поэтому в какой-то момент, как часть нашего инновационного процесса с этой компанией, мы предложили использовать в этом кейсе блокчейн. Собственно, следующий этап, который был у меня назван, блокчейн, можно предложить использовать это хорошо, но нужно понимать как. И обычно для этого мы используем обору, опять же, практик, который, наверное, используют многие компании, но что нужно помнить о блокчейне, что бы вы ни говорили про него, он всегда будет к счастью или, опять же, к несчастью, немножко вокруг и все очень девелоп. Все еще технология довольно молодая, довольно много разных технологий вокруг этого, поэтому, когда мы говорим о проектах на блокчейне, мы говорим о proof of concept. Конкретно в этом проекте мы сделали небольшой proof of concept технологии, которая называется Corda. Я, опять же, наверное, могу чуть более подробно рассказать, если будет интересно, почему именно на ней, но Corda это один из ведущих технологий сейчас в блокчейне.me и которые очень популярны среди приватных компаний. Этот проект занял в районе месяца, в момент которого мы просто показали, что условно через блокчейн можно удобно менеджить информацию, которая до этого хранилась в цели. Если мы вообще говорим о разнообразии блокчейна, то тут по-настоящему вступает еще один интересный момент. Как все, наверное, каким-то образом связанные с технологиями люди, вы знаете, что есть масса языков программирования, C-Sharp, Java, Kotlin, все что угодно, но все-таки условно говоря, можно специализироваться на одном. В блокчейне весьма интересно наблюдается такой же раз... Так, меня не слышно? Все, теперь слышно. Хорошо, да. Извиняйте, я вас слышал вроде бы все время. Да, как я сказал, что в общении наблюдается интересное разнообразие различных языков. Изначально был биткоин, эфириум, потом появился рипл, потом появилось много еще разных. Сейчас, наверное, ведущими является семейство гиперледжеры, конкретно фабрик внутри него, и рекорда, который я уже упоминал. И вот тут, по-настоящему, когда мы говорим о разработке новых проектов, мы вступаем в некие сложности, потому что, во-первых, нужно выбрать, на каком блокчейне это делать. Во-вторых, все они имеют свои некие плюсы, минусы. И, в-третьих, несмотря на то, что все они про блокчейн, все-таки, если вы писали до этого на гиперледже и начать почти моментально писать на коде, нельзя. Есть некий габ, который нужно будет закрывать и обучаться заново. Хотя, намного легче, если вы не работали. И вот, по-настоящему, когда мы разговариваем с нашими клиентами, один из больших разговоров, да, какие технологии использовать. И, если говорить про тот проект, который я рассказываю, он интересен, наверное, еще вдвойне, потому что, когда мы выбрали корду, мы считали, что это будет лучший выбор для нашего клиента. Корда – это приватный блокчейн, который предоставляет возможность, во-первых, весьма аккуратно работать с данными, что важно для данных, когда мы говорим про личные данные людей. С другой стороны, он находится на достаточно, скажем так, развитом состоянии, что не все нужно писать с нуля, и множество вещей можно переработать. Когда мы начали создавать вот эту вот структуру, и здесь написано весьма высокоуровневая архитектура, мы поняли, что корда, к сожалению, не сможет отвечать некоторым требованиям. Во-вторых, оказалось, что корда достаточно дорого стоит для большого числа транзакций. Поэтому буквально посередине проекта мы переобулись и переехали на фабрик. Фабрик – это Hyperledger, и это поделка IBM, которая также предоставляет множество разных вещей. Так как я вижу, что мы уже разговариваем 20 минут и опасаясь о времени, я, наверное, не буду глубоко уходить сейчас в архитектуру, но я хочу отметить несколько важных вещей. И одна из моих, на мой взгляд, самых важных вещей, которая появилась в блокчейн-пространстве в последнее время, и почему мы начали говорить об этом все больше и больше, – это различные менедж-блокчейн-сервисы. Я могу сказать, что в моем предыдущем опыте, один из больших, скажем так, кругольных камней, который усложнял работу с блокчейном в продакшене, это неожиданно была возможность его деплоймента и работы с ним. В одном из моих проектов на эфириуме, где мы построили приватный эфириум, нам пришлось руками перебирать блоки до пяти утра, когда полностью посыпалась вся инфраструктура, потому что эфириум прекрасен, когда он паблик, но когда приватен, его очень тяжело пересобрать заново. Вот что изменилось в последние несколько лет, здесь написано про Amazon, менедж-блокчейн-сервисы, по-настоящему такие же сервисы есть у Azure, Microsoft сделал свой менедж-блокчейн, например, конкретно для Accord, или есть у IBM, у них есть их менедж-блокчейн-сервисы, и это добавляет, скажем так, интереса от различных интерпрайс-организаций, потому что с добавлением этих сервисов хостинг приватного блокчейна, а большинство организаций находится на приватном блокчейне, становится в разы проще. Можно буквально поднять свою сеть внутри Amazon-менедж-блокчейн-сервисов за несколько часов, и быть уверенным, что большинство функций будет работать 24 на 7, и это очень-очень важно в продакшене. Но, собственно, наш проект в какой-то момент нашел до продакшена. Я хочу сказать, что это заняло в районе года, и, как я сказал, мы поменяли Accord, то есть мы начали работать на Accord, и потом переписали это полностью на фабрик. Так, опять же, у нас есть прекрасный воркшоп на тему, как правильно писать на фабрике, и он очень сильно технологический. Я думаю, что мы вас спросим в конце, будет ли вам интересно, и мы можем потом организовать отдельный технологический воркшоп конкретно про фабрик и про Amazon-менедж-блокчейн-сервисы. Там очень интересно про то, как с ним работать. Но когда вы выходите в блокчейн в solution of production, вы встречаете сложности, которые, с одной стороны, они известны всем, а с другой стороны, блокчейн полностью отличается всем. Во-первых, я уже говорил про operations и про то, как вы работаете с этим. Слава богу, в последнее время менедж-блокчейн-сервисы полностью решает это. Но вот что становится неожиданностью, очень часто, слава богу, еще на середине проекта все ожидают, что блокчейн весьма хорошо работает и весьма эффективен. По-настоящему, если вы хотите построить новый payment-провайдер на блокчейне, вы встретите проблемы перформанса. Они решаются разными техниками. Вы можете создавать некие надпластера поверх блокчейна, вы можете делать приватный блокчейн, но по-настоящему перформанса – одна из больших вещей. Вторая – это то, что блокчейн не изменяем. И это вот та неожиданность, которая очень сильно удивляет многих людей, потому что, с одной стороны, все используют блокчейн и говорят, да, мы его используем, потому что он иммьютабл, а с другой стороны, как только мы выходим в продакшн, все начинают говорить, ой, а можно, пожалуйста, вот тут вот убрать, подтереть, а вот тут мы сделали не так. Вот то, что нужно рассказывать по-настоящему во время проекта, о том, что блокчейн не изменяем. Все будет в истории, все это не изменяем, а с этим можно бороться по-разному, опять же. Но это вот тот неожиданный челлендж, который почти в каждом нашем проекте, выходящем в продакшн, мы встречаем, люди сильно забывают, что он не изменяется. Ну, есть другие вещи, которые, может быть, менее интересны конкретно для вас, но очень плохо регулируемый, в блокчейне есть много разных вещей на тему того, что там можно хранить, что там нельзя хранить. Очень аккуратно нужно быть с личными данными, потому что вообще почти по всем законам можно прийти и попросить, чтобы личные данные были удалены, а в блокчейне мы опять встречаем этот вопрос иммьютабилити, и мы обычно складываем личные данные сбоку от блокчейна. Ну, и есть много разных других вещей. Но вот что я хочу еще раз сказать, и для чего была вся, в принципе, моя лекция или выступление, то сейчас все еще я очень часто встречаюсь здесь, которые разговаривают с блокчейн, и они говорят, ну что блокчейн, это ICO, блокчейн, это криптовалюты. Я не хочу этим заниматься. Я надеюсь, что люди, присутствующие в этом зале, понимают, что в блокчейне есть множество других возможностей, которые большие корпоративные монстры готовы рассматривать, или будут новые стартапы, да, и сейчас я очень рад, что я не знаю, что этих проектов все больше и больше. И вот сейчас, ну вот только в ДТА-роте мы в параллель делаем в районе восьми проектов, которые так или иначе работают в блокчейне. Собственно, вот на этом я хотел остановиться. Извините, я говорил чуть дольше, чем меня просили. 25 минут вместо цехи. Надеюсь, что было интересно, и я с радостью готов ответить на любые вопросы. Вопросы? Кому передать микрофон? Давай, Марен. Привет, Денис. Большое спасибо за презентацию. Я работаю в ДТА-арте вот 5 недель уже, работаю датсайентистом. И у меня большой вопрос про, ну вот раз блокчейн, это цепочка блоков, которая вот неизменяема, там есть информация, если она достаточно длинная. Можешь ли немножко сказать про применение именно дата-сайенс в блокчейне? Мне вот прям очень интересно, может, есть ли такое уже, или это какая-то следующая ступенька, потому что явно вот типа все данные считать, и вот прилетает на страховку новый контракт, и как рассчитать сумму страховки, чтобы там не обанкротиться, да? То есть, учитывая историю, которая вот она лежит в блокчейне, ну вот такой вопрос у меня сразу, есть ли что-то такое, или это что-то еще не существующее, и мне просто вот суперинтересно. Ну, мне кажется, что это хороший вопрос, да? Я отвечу на него, что дата-сайенс, как бы он не сильно связан с блокчейном. Дата-сайенс, он связан с данными, да? И с другой стороны, этот вопрос очень хорош, потому что вот проект, про который я рассказывал, да, собственно, там есть вторая часть проекта, которая как раз предсказывает, как правильно забидится на эти страховки, да? И вот она берет как раз эти данные из блокчейна, но теоретически она может брать эти данные из базы данных, или из дата-лейка, или откуда угодно, да? То есть, я бы сказал, что, отвечая на твой вопрос в страховании, есть очень большая сфера применения дата-сайентиста или машин-лёнинга, но конкретно блокчейн, наверное, не сильно влияет на то, насколько дата-сайенс будет успешен или нет. Ну, я понял, типа, окей, я понял, спасибо. Вопросы, коллеги? Артур? Спасибо, я зовут Артур, блокчейн-специалист. У меня вот вопрос, то есть, на два поделю. Первое, это, с какими проблемами при разработке корпоративных приложений на блокчейне, то есть, вы, наверное, ну, эфириум от пробовали, именно с эфириумом, какие критические проблемы. И второе, не думаете ли вы, что, ну, в связи с тем, что сейчас новая, грубо говоря, новая волна блокчейна пошла, не лучше ли использовать вместо хиперлайджер-фабрика НИР, Солана, Аваланш, неважно, это много. Потому что сейчас уже более универсальные получения пошли. То есть, если раньше, да, в эфириуме проблем было много, то сейчас уже понимают, куда идти и куда приступироваться. Спасибо. Да, да, это хороший вопрос. Я могу сказать, что, ну, первая проблема с эфириумом, когда мы говорим про корпоративную именно разработку, это то, что он публичный, да, то есть, ну, опять же, если мы не говорим, что мы создаем приватный эфириум. Поэтому проблемы по-настоящему, когда, или не проблемы, а челленджи, я бы сказал, один из самых первых, это правильно все-таки рассказать корпорации или заказчику, а что такое блокчейн и где его применять. Потому что очень много разговоров начинается с того, что, ну, мы слышали, что блокчейн – хорошая технология, давайте подумаем, как ее применить. Если говорить конкретно про корпоративную среду, то там обычно проблемы начинают возникать, когда мы начинаем разговаривать с секьюрити-отделами, с комплайенс-отделами и с другими, потому что им понятно, как применять, условно говоря, свои правила относительно обычных технологий, а блокчейн – распределенный, да, типа корпорация владеет или не владеет этими нотами, владеет или не владеет информацией. Как неожиданно, опять же, всякие клаудные сервисы здесь очень сильно помогают, потому что многим большим корпорациям легче купить сервисы Амазона, чем непосредственно поставить что-то от себя. Отвечая на вторую часть, наверное, вопроса про эфириум и его производные, да, сейчас все чаще и чаще используют разные дополнительные вещи или какие-то новые фреймворки, это происходило и раньше, тут действительно как бы мир сильно развивается. Тут, опять же, нужно, наверное, очень сильно отделять все-таки публичные и приватные вещи, потому что большинство компаний все еще хочет работать с приватными сетями, хотя есть те, кто открыты для работы с публичными. Спасибо. Еще вопросы? Здравствуйте, вы не могли бы рассказать более подробнее про именно эффекты для бизнеса в рамках проекта, который вы внедряли? Да, конечно. Да, я могу. Ну, смотрите, если говорить конкретно для бизнеса, то тут очень простое, да, то есть, как я говорил, есть некие процессы, да, то есть, когда по контракту, условно говоря, стаховщик и перестаховщик заключается в свою сделку, там прописано, что раз в месяц они обменивают эту информацию, и на основе этой информации вычисляют, условно говоря, кто кого должен платить, что называется monthly payments и monthly payments. без блокчейна этот блокчейн занимал в районе недели. А еще дополнительно к этому очень часто приходилось этот процесс ускорять, потому что по контракту прописаны весьма большие штрафы, если вдруг этот процесс не произошел в области. С блокчейном этот процесс свелся буквально на нескольких там часов, условно говоря, потому что это загружается, автоматически обрабатывается, и все получают информацию. Это один из плюсов. А второй плюс – это по-настоящему более быстрый онбординг, потому что, по сути дела, каждому, кто раньше получал эти контракты, им приходилось каким-то образом договариваться про то, как они будут этой информацией обменять. Этот платформер дает какие-то централизованные профисти для анпортинга новых контрфайсов. Это настоящий интерес к большим плюсам, которые сейчас еще дополнительно ведутся работы на то, чтобы эта платформа помогла к более быстрому заключению новых сделок, но пока это только начальник. То есть это такое, я бы сказал, некая автоматизация процесса обработки месячной бюрократической активности. Спасибо. Есть еще вопросы, парни? Приветствую. Меня зовут Адиль. У нас компания, занимаемся блокчейн-разработкой, называемся Техкалчер. Вопрос такой, какие урода заказы вы разрабатываете, но преимущественно вообще, какие блокчейн-проекты у вас заказывают, на каком стейке вы пишете, кем вы являетесь на таких проектах, вы блокчейн-разработчики или вы управляете проектом, и разрабатываете ли вы DeFi-сервис? Разрабатываете ли вы DeFi-проекты? А, окей. Да, это обширный вопрос. Давайте начнем, наверное, с первого. Кто такой? Я, да, у меня технологический бэкграунд. Я был девелопером в свое время, и когда блокчейн появлялся, я много экспериментировал сам. Сейчас я уже скорее выступаю как консультант. У нас, то есть, есть множество людей, которые сейчас намного более hands-on, чем я в проектах, которые там каждый день работают с блокчейном. Я сейчас больше про него говорю, чем непосредственно сам. Но в свое время, как я говорил, я там и перебирал блоки эфириума, и чего только не делал, да. Zero Knowledge Proof реализовывал и другие вещи вокруг этого. Собственно, если говорить про то, какие проекты к нам приходят, давайте, наверное, начнем с индустрии. И все еще самое распространенное – это финансовая индустрия. То есть, исторически большинство проектов связаны с финансами. Я бы говорил, что это так же, как и, ну, конечно, криптобиржи. Без них никуда и другие вещи, да. Например, вот недавно у нас появилась Publicity, да, про то, что мы делали, наверное, одну из самых первых в мире регулируемых криптобирж, а именно DEG. Это биржа, которая создана самой большой SDX-биржей в Швейцарии, да. То есть, мы участвовали в этом проекте разработки. Также к нам много приходит различных проектов вокруг, скажем так, security или ценных бумаг, да. То есть, когда это был целый кластер проектов, как делать правильно, ну, я бы назвал это диджитализацию различных ассетов, да. Когда либо приватные компании выпускают у себя security на блокчейне, либо делают это каким-то образом, да. У нас был и есть целый пучок проектов вокруг этого. Также мы делали некое количество проектов в другой индустрии, да. Наверное, две другие индустрии, которые интересуются блокчейном, это, во-первых, здравоохранение. У нас есть некоторое количество проектов, где там на блокчейне реализовывались или пытались реализовываться различные данные вокруг информации о пациентах или ID или еще что-то. Ну, и, наверное, не только в хорске. И также в ритейле было некое количество, опять же, проектов, интереса и разного, связанного с применением блокчейна, например, в сфере транспорта или каким-то образом добавления трансперенси в перевозке и другие вещи, да. Сейчас я могу сказать, что приходит целый блок проектов, связанных с NFT. Ну, наверное, опять же, это не сюрприз, если вы работаете в этой сфере. NFT сейчас призывает целый бум. И это проекты разного толка, опять же, создания каких-то диджитал, не знаю, аукционов вокруг NFT, заканчивая как использование NFT, как отцифровки опять каких-то новых ассов. Вот, наверное, я бы перечислил такой набор. Также были у нас проекты, где мы использовали блокчейн, например, для выплат всяких страховых и других, да. То есть, ну, вот, наверное, это такой вот набор проектов. В принципе, опять же, как я говорил, мы работаем в разных сферах, поэтому, да, мы разрабатываем на разных технологиях. Вот, не знаю, ответил, нет. Мне кажется, может быть, там надо еще в глубину пойти. Ну, а Диль кивнул, вроде бы ты ответил. Если еще вопросы будут, интересует ваш блокчейн стэк, на чем вы пишете, и NFT проекты? Я могу сказать, да, были. Во-вторых, стэк, он, я бы сказал, динамический, да. Потому что, условно говоря, вначале все наши проекты были на эфириуме или каким-то образом связанные с эфириумом, да. Потом туда подключилась активно фабрик, и сейчас ArcCord, да, R3 сейчас становится все больше проектов, например, на IOHK и других блокчейн-языках, да. То есть сейчас все больше и больше сдвигается в разные стороны. Например, в свое время мы экспериментировали с плазмой и с остальными вещами. То есть блокчейн, он развивается, и мы соответствуем рынку. Если говорить все-таки про то, что интересно людям, я бы сказал, что корпорации больше смотрят на что-то им понятное, да, то есть это проекты на чем-то, как я уже сказал, фабрик, корда, у которых есть хорошие фирмборки по работе с корпорациями, а более стартапы смотрят на более интересные технологии. Окей, спасибо. От меня, еще вопрос будет. От меня я хотел задать вопрос следующий, Денис. Вот скажи, пожалуйста, поскольку тема очень сильно, как я сейчас показал, в четыре стадии, и она очень сильно хайповая, у него там волатильность как технологии, как спроса на рынке демант, как на программистов, специалисты в этой области, он тоже такой волатильный, экстремуму могут очень непредсказуемо поменяться, да. Отсюда вопрос, а вот какой следующий ты можешь предсказать, триггер или драйвер, что может еще спровоцировать следующий всплеск, и наши ребята, которые в этом, наша сегодняшняя аудитория, на что ориентироваться, какие ориентирования должны быть, какие технологии, какие страны, или какие события в мире могут подтолкнуть, или затормозить, вот такой вот у меня. Общий вопрос, пофилософствовать. Это хороший вопрос, я могу сказать, что мы сейчас, на мой взгляд, находимся как раз в начале очередного экстремума, да, то есть буквально, вот, наверное, предыдущие полтора года были относительно спокойные, да, то есть, вот, например, ну, у нас уменьшилось количество проектов на блокчейне, где-то года, наверное, полтора назад, но я хочу сказать, что я никогда не видел голодного блокчейн-программиста, я честно скажу, работа почти всегда есть, и есть проекты, да, сейчас, наоборот, идет как раз очень сильный всплеск интереса, мы наблюдаем это как от старых клиентов, которые расширяют старые проекты, где долгое время был бизнес as usual, так и от новых, да, вот, ну, буквально, наверное, за последний, там, месяц мы проговорили про несколько очень больших, интересных, амбициозных проектов именно на блокчейне. Что на это влияет, это интересная вещь, да, как неожиданно, всегда на блокчейн влияет цена биткоина, да, то есть как только биткоин растет, всем тут же хочется немножечко поработать на блокчейне, но с другой стороны, мне кажется, влияют также анонсы больших корпораций, например, вот недавно Мастеркард анонсировала, что они начинают принимать криптоплатежи, или китайское правительство сказало, что на Олимпиаде, скорее всего, все платежи будут только в крипте и ни в чем другом, и вот это как бы подогревает интерес. Опять же, сейчас, наверное, NFT, как новое веяние внутри блокчейна, тоже сильно подогрело интерес. На что обратить внимание, мне кажется, что тут, ну, как в любой технологии, по-настоящему блокчейн не отличается от чего-то другого, профессионалы ценятся всегда, да, то есть если вы хороший специалист, да, то есть, ну, в начале пути или в конце, да, главное не бросать, а продолжать этим заниматься, потому что чем лучше вы будете стать специалистом, тем более вы будете ценны на рынке, тем больше у вас будет возможности поработать в разных проектах. И еще раз, я ни разу не видел хорошего специалиста по блокчейну, который бы грустил без работы, да, во всяком случае, последние пять лет. Что будет в будущем, ну, никогда неизвестно, но я предсказываю, что как минимум в следующий год интерес к блокчейну вырастет, а дальше, ну, как я сказал, что я очень надеюсь, что мы все-таки будем удерживаться на стадии, когда блокчейн займет место среди технологического страха больших компаний на уровне не давайте что-то попробуем на странной технологии, а на уровне вот этой технологии, на которой можно решать определенного рода задачи, и давайте их продолжать решать. Спасибо. Следующий вопрос. Как новичку начать знакомиться вот с разработкой на блокчейна, может, там, Solidity или Hyperledger, и какой нужен бэкграунд для этого? Ну, что будет преимуществом? Я бы сказал, что, наверное, будет преимуществом знания Go, Kotlin или еще чего-то, да, похожим на это, потому что эти языки, ну, они близки к этому, условный Hyperledger можно писать и на Java, но предоставляет обычно меньше, фабрики, простите, предоставляет меньшее количество возможностей. Начинать, здесь ответ будет банальный, как бы, для того, чтобы научиться работать на технологии, нужно на ней программироваться. Для меня всегда самый простой способ развиваться в чем-то новом и решить какую-то задачу. Сейчас есть масса вкушов, как у нас в ДТА, когда у нас есть хорошие обучающие вкусы, так и снаружи на различных платформах, где можно научиться. Но я бы предлагал сразу подумать о какой-нибудь задаче, да, ну, например, если мы говорим по эфиру, поставить себе задачу, написать ваш свой смарт-контакт, ну, например, для того, куча, который я описывал, когда мы пишем, я не знаю, страховку для невылета на эфиру. И когда будет изучаться курс, сразу думать, как вы будете это реализовывать. И по-настоящему, я уверен, что если вы потратите на какое-то количество в кучине, то с помощью этого курса вы сможете это реализовать, и это дает вам намного лучшее понимание технологии, чем просмотр курса само по себе. То есть, ну, решение какой-то небольшой, практической задачи всегда лучше, чем просто просмотреть эти штыки. Спасибо, Денис. Еще вопросы? Я хотел... А, отлично. Хорошо. Здравствуйте. Вы говорили, что одна из проблем при разработке проекта с блокчейном является интернете данных. Как вы решали эту проблему? Вы сказали мьютабилити. У меня почему-то именно это слово... Или что вы сказали? Я не услышал часть... Да. Да-да. Смотрите, это интересный вопрос. То есть, по-настоящему, он решается двумя способами. Во-первых, мы все-таки проговариваем все флоу, где данные у нас не изменяются. Если данные должны изменяться, есть, опять же, два способа. В фабрике уже есть версионность. То есть, там это все-таки не прям транзакции, заключенные в блоке. Там есть такое понимание, как world status, то есть состояние мира. И по-настоящему, да, там можно вызвать функцию, которая будет показывать, ну, по сути дела, состояние этого объекта. Просто все записи, которые были исторические, они будут сохранены, и нельзя их просто взять, удалить и исчезать. Если данные совсем нужно уметь удалять, как я привел пример, например, с личными данными, то в блокчейн мы кладем не сами данные, а, условно говоря, какой-то ключ на внешние данные. Опять же, современные фреймворки типа борды или фабрика позволяют это делать с помощью блокчейна очень легко. Там, в эфириуме это чуть будет сложнее, но, опять же, в эфириуме есть некое поле, которое называется дата, куда можно положить все, что... И мы эти данные храним снаружи, как сын. Ну, то есть, тут это ничем не отличается, наверное, от разработки, от любого и другой платформе. Спасибо. Денис, у меня опять продолжение вот этого вопроса, который я задавал по поводу трендов и триггеров. Скажи, пожалуйста, а вот что... Так, помечтаем, пофантазируем, что было бы в мире такого красивого случилось, если бы до КБ. Вот как ты думаешь, если пофантазируешь, чтобы вдохновить всю индустрию, ребят, которые сегодня пришли, расскажи, какой-нибудь идеальный случай в жизни, как бы тебе хотелось бы применить блокчейн так, чтобы это было прям на благо, красиво, удобно и так далее. Ну, если исключить все технологические или законодательные какие-то ограничения, в общем, помечтать. на самом деле я бы говорил про то, что блокчейн, и я участвовал сам лично в свое свободное время в таких проектах, очень часто находят применение в чарите, то есть благотворительности. И, например, я знаю несколько хороших проектов, которые используют его для этого. Это связано с развивающимися странами, африканскими. Условно говоря, когда мы занимаемся благотворительностью, есть очень много сомнений, пойдут ли деньги, которые мы послали в благотворительность на то, что мы ожидаем и другое. И вот есть несколько компаний, которые используют блокчейн именно для этого. Он добавляет полную прозрачность, куда уходят фонды, как они используются, для чего, вплоть до того, что там можно отследить, условно говоря, что деньги, которые ты послал, пошли куда-то. На мой взгляд, это один из прекрасных способов применения блокчейна, хотя он связан в какой-то степени с криптовалютами или с другими, но вот в благотворительности есть несколько прекрасных проектов, которые используют блокчейн для этого и помогают развивающимся странам, в частности, странам Африки, например, с проблемами воды или еще чего-то другого. И я считаю, что это прекрасный случай для применения технологии. Спасибо большое. И если есть последний вопрос, потом мы сегодня закругляемся в нашем мероприятии и приглашаю всех туда в это помещение. Мы попьем чай, пообщаемся, познакомимся поближе. Есть еще последний вопрос желающий? Марат. Да, опять, я быстрый вопрос, когда там эта сессия с тем, чтобы более углубиться, это очень загорелся, в смысле, очень здорово, хотелось бы, и что там, хотя бы примерный бриф, есть мысли, что будет на этой IT-сессии, в которой мы будем... Мы можем ее, ну, раз мы можем ее организовать, я сказал, да, то есть мы ее организуем, так как ты внутри ДТА, то у нас, во-первых, есть обучающие курсы, приди ко мне, я тебе покажу, и у нас есть вполне себе очень хороший там способ роста, и мы сейчас там как раз их обновляем, вот прям сейчас, потому что захотели пару вещей добавить, да, а во-вторых, если будет интерес аудитории, то есть у нас уже мы ее проводили несколько раз, у нас есть записи, во-первых, наверное, которыми можно поделиться, она была, например, с Амазоном непосредственно, либо мы можем ее организовать отдельно, да, есть пара у меня хороших архитекторов, которые готовы такое провести. А что там будет, там, ну, вот, та сессия, про которую я говорил, там конкретно рассказывается, как сделать свой первый проект на Гиперледже, и как задеплоить это все в Amazon Cloud, и всякие особенности вокруг этого, да, есть другая сессия про солидити и смарт-контракты, то есть, в принципе, я думаю, что вот как раз, как сказали, можно обсудить за чаем, понять, интересно это или нет, реорганизовать еще раз. Все, понял, спасибо большое. Не за что. Спасибо большое. Спасибо, Денис, за такое очень интересное и полезное время, которое мы уделили, подробили на изучение новых тем, и вообще, как бы, поделились опытом. Спасибо всем участникам сегодняшнего мероприятия, приглашаем вас в следующий зал, и на этом попрощаемся с Денисом, с коллеги, спасибо большое, надеюсь, было интересно. Спасибо. Если какие-то вопросы есть, то Дениса можно найти в LinkedIn, на Facebook, Денис Баранов, компания DataArt, обращайтесь, не найдете, обращайтесь к нам, мы вам поможем. Спасибо большое. До свидания. Отличный был сел. Спасибо, Денис. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok